Это мастер-класс. Искусство урока. Годится эта тема? Искусство урока, ну, конечно, в рамках гуманной педагогии. Как урок воспринимается и как он ставится. Для гуманной педагогии такие понятия, как проводить урок, не существует. Урок дарится, урок ставится. Да? Но просто проводить уроки, значит, избавляешься больше с родомой. Гуманная педагогика вообще, это не наше изобретение, не мое, не ваше. Она всегда была. И в школах, и в умах людей. Она и сейчас есть, и в школах, и в умах людей. Она и в будущем будет. Если даже нашего движения не будет, она была, есть и будет. Не просто умножаем, усиливаем эту педагогику, расширяем грамм этой педагогики. В общем, наша задача, чтобы как можно больше стало учителей таких, которые любят детей, любят жизнь. Многие думают, что это очень простая педагогика. Надо просто детей уважать, не кричать, не унижать, не нагонять, а может, дуэт не ставить. И это уже гуманизм, доброта. Но истинный гуманизм не в этом заключается. Вот я вижу свою тень. Вот моя тень. Сейчас так делаю. Вот доброта, чуткость, не кричать, любить ребенка, все это тень гуманизма. Тень. Это не суть, а суть я во мне. А что же во мне, от которого идет вот эта тень? Вот что. Умен тот человек, который ищет в себе свое бессмертие. Умен. Отсюда и гуманизм. Так, умен. Это смерть, который ищет в себе свое бессмертие. Ищет в себе Бога. Ищет в себе опору духа. Смысл жизни ищет в себе. Человек, который находится в этом поиске, находится, он называется по-санскритски умен. Отсюда идет понимание гуманной педагогики. Это не просто не кричать, не врать. Если нужно, кричите. Если это поможет ребенку, чтобы познать себя самому. Там, где вы повышаете, что именно ваш крик сейчас поможет ребенку, да, осознать, кто он есть, тогда кричите. Ругайте. Вызевайте родителей. Но мы не знаем, что этими способами такие вещи не происходят. Учителей, задача учителей гуманной педагогики не в том, что давать детям знания, давать знания. Это очень мало. Мы должны зародить в ребенке ответственное отношение к знаниям. Мы как будто посвящаем детей. С одной стороны, даем знания тоже. Как будто берем клятву, что они эти знания будут применять в пользу чего-то. В пользу создания самого себя хотя бы. Наша задача, чтобы от рождения, до тех пор, пока ребенок находится в нашей воле, в распорослении нашего образовательного мира, помочь ему заглянуть внутрь себя и там искать себя для людей. То, что я есть для людей, это внутри меня. И что я могу дать вам, или что вы можете дать мне и другим, это внутри вас. Никто этого извлекать из меня не будет. Только пусть кто-то мне, как ученику, поможет, чтобы я задумался, правда, с чем я пришел. С пустыми руками, ни с чем-то. Если только вам не возникнет вот эта мысль, значит, я уже на пути умен. Учитель, значит, совершает гуманную педагогику отношения. Вы понимаете сложность этого понятия? Это не то, что обнимать детей, целовать, улыбаться. Это тень. Так? В этих поцелуях, обятиях, или в строгих рычагах, наставлениях. Надо, чтобы ребенок познавал себя. И искал тропинку к своей душе. К своей сути искал тропинку. Это очень сложный поиск. Не орицательствуй, пожалуйста. Так? Ну, может быть, в этом зале, вот, в Бога народу, мне сказали, около 700 человек, я не знаю, все 700 уже нашли свои тропинки и крепко стоят на этой тропинке. Никто не сможет сворачивать их вправо-слево. Так? Это уже вам судить. Меня уже в моем возрасте, ничего, я уже как-то там нашел, эту тропинку, все, все это меня отошло. Всякие заманчивые такие предложения, то там, то там все, все это прекратилось. Тот, кто находит свой путь, свой путь. То есть, пусть поиска самого себя там ничего другого уже не манит. И он становится общественно полезной личностью. Вот такова классическая суть гуманной педагогики. Классическая. Не только гуманной педагогики. Всякого классика. Особенно меня манит особенно сковорода. Я наизу знаю маленький том, который мне издал в нашей антологии. Притча изумительная. Там есть такая притча, как муж с женою затеяли построить хату. И построили. Но забыли, что надо было и окна оставить. А там темно стало. Думают, как мы займись сейчас там все? Как сделать? Наверное, надо на улице когда подобрать свет, берут меха и напоняют солнечным светом. Так и бегут в дорогу, бей сразу в хату, чтобы там свет принести. Но света нет. Так они старались и так, и сяк, даже решили на горе подняться, чтобы оттуда свет принести. Но проходит один, смехается, и говорит, я научу вам, только дайте мне кусок хлеба. Ему дали кусок хлеба, а он сказал, а ты бери кирку и бей по этой стене. Бей, бей, и переговорил. Свет, свет предносущий. Зайти в мою хрижину, расхищай мою хрижину. И он бьет, 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 в конце концов. Там образовалась ниша, открыло что-то, и все, как это приходит, свет, тьма уходит. Вот это и есть поиск самого себя. Так, если кто-то сейчас находится в заблуждении, а мы находимся, может быть, я тоже нахожусь в заблуждении, в каких вещах. Это нельзя исключать. Но если я нахожусь в поиске, как только придет ко мне свет, в заблуждении уходит. Вот такое-то явление. Это кладется в основу всех наших чтений. Почему наши чтения так называются странно? Улыбка моя к детям. Почему надо не прожить жизнь героями духа? Как любить ребенка? Чтобы дарить ребенке несколько знаний, учили, надо впитать море, света и так далее. Без сердца, что поймем. Вот какие наши чтения. Все направлено к тому, чтобы учили, понял, к чему надо вести детей. И к чему надо самому тоже восходиться. Вот такая задача стоит перед гуманой головой. Поэтому обычное понимание слова гуман ввергает в заблуждение человека. Все гуманы становятся. Все. Ну, любят детей. Почему не гуманы? Любят детей, уезжают в детей. Так? Ну, урок дают и многотворческим занимаются. Ну, а что такое получше гуманизм? Это те. А суть направь ребенка на поиск своей вечности. Помоги в этом. Этого никто не делает. Кроме тех учителей, которых вы очень любили и которые, может быть, порешали вашу судьбу. Бил у вас хоть один любимый учитель, один у кого-то вроде меня. Один. Не всех восемь сейчас учителей я любил, не семь сейчас их было. Вот вам его. Один. Это одна учительница спасла меня. Одна. Это называется учитель от Бога. кто-то действительно рожден от Бога, а кто-то себя творит таким. И то реально, и это реально. Каждый из вас может сотворить себя учителя от Бога. смотря как трудитесь, с какой ответственностью, к чему ведете детей, себя к чему ведете. И я в своей жизни, в своей деятельности смогу сотворить себя учителем от Бога. И это будет мой подарок Богу. А теперь урок, хорошие мои друзья. В гуманной педагогике зародилась вот такая идея. Объективной педагогической реальности не существует. Кто-то сказал, как не существует? Да нету. Объективный педагогический процесс не существует вообще. Сколько у вас здесь в партере? На галерке сколько у вас? Видите, каждый из вас строит вокруг себя свою педагогику. Не мою, а свою. Наша педагогика может похожа чем-либо, может мы исходим из одного принципа, но тем не менее, я творю вокруг себя соль педагогику. У меня свой обид чуть больше, у вас, правда? Значит, мой обид здесь отразится. У меня дурной характер хуже, чем у вас. Отразится. Это тоже так. Я начитанный, вы мало начитанный. Отразится это. Вы любите детей, а я их не люблю. Отразится. И получится, что вокруг меня я эманирую свое образовательное поле. Кому-то здесь будет хорошо из моих учеников, кому-то будет плохо. Вот почему одних любили учителей очень, а многих мало любили, даже недоюбливали неких учителей. Било такое в вашей жизни. Вот не учителя и сами сняли. Било, но чтобы этого не было в вашей жизни, вот поэтому это чтение, все это движение. В вашей жизни было все по-другому. На что строится главная опора гуманопедагогики? Обычная педагогика строит свою опору на программе, на учебники и на некие научные основы. Называется это научная педагогика. Педагогика науки есть, но она очень мало. Вот столько науки педагогики. Очень мало. Но зато педагогике есть то, чего очень мало во всех других науках. Мудрость. Мудрость. Мудрость наука. Это может быть выше науки. Педагогика есть мудрость. Мудрость чего? У кого? Учительского сердца. Вот где надо будить гуманопедагогику в сердце. Она там начинается, потом обрабатывается в мозгу, и потом мое тело, мое движение, мой голос, мои руки уже начинают творить. Здесь чудо. Но сперва надо, чтобы здесь было что-то. И говорим, что прятанность была здесь. Терпение было здесь, потому что дети разные. Они могут весь меня из терпения. Могу накричать, на грубе все могу. Но я же учитель, я еще хочу стать учительом от Бога, я еще мастером хочу стать и труботером. На кого опирается гуманопедагогика? На учителя. Великий Лихачо, я не раз повторял эту фразу, может, перед вами тоже когда-то сказал, хочу еще раз повторить, что везер крепится. Дмитрий Лихачо, совесть и так далее, развития. Он говорил очень просто, то есть степень, что не преклониться перед ним нельзя. Где хорошие учителя, там хорошие ученики. Чего уже еще проще? А ну-ка скажи наоборот. Где они хорошие, даже мне неудобно это произнести, но это же ясно, в школе хорошие мои друзья. Давайте будем честными в отношении самих себя. Очень много учителей троечника. очень много. Кто-то может даже двоечники ходят с дипломами в школе и они именно правят дод или дадут урок на двойках, тройках, детям будут ставить двойки, тройки. Ну и пятерки тоже. Так. Отсюда кто выигрывает, то есть кто проигрывает. Ну конечно, в первую очередь общество проигрывает в первую очередь. Так. От рожденных учителей надо ждать такого же уровня учеников. Где хорошие учителя, хорошие ученики. А где не совсем так, жители таких учеников. Это субъективный мир. Педагогика, педагогический процесс. Субъективный. Как на этом субъективном мире выстраивается наука, я сам удивляюсь, я тоже написал диссертацию кальдатскую в этой сфере, потом прошло пару лет прошло, я сразу вытянюшу, оказывается, я тут написал, что там науки-то нет, наукообразное сужение есть. А науки нет. Так. Не только на диссертации. Это так со многими случается. Итак, это гумальная категорика и учитель, роль учителя. Если роль учителя такая, исключительная, то и получается, что учитель это ведет там искусство. То есть категорика в руках учителя, в душе учителя это искусство. Это игра. пока артист на сцене, я перед детьми играю. Играю, чтобы их приманить, заманить, приохочивать, заинтересовать, зажечь, возбудить к тому, к чему я их должен подвести, я обязан к этому подвести, государство и вот этого. Я должен и в университете, дорогая моя, это вообще необязательно. Профессор рукаведра стоит, и те, которые пришли, они сами выбрали. Университет, факультет выбрали сами, добровольно выбрали, если не хотят, они уже взрослые, пусть уйдут, вот двери открыты, пусть уйдут, они студенты. Меня обязаны приохочивать, приманивать и так далее. Они же сами. В школе мы должны именно сделать так, чтобы детям хотелось быть рядом с нами. Если профессор в университете тоже делает то же самое, отлично будет, но он не обязан. А ведь обязаны. Поэтому в этом здании, в этом пространстве те, которые несут здание, называются профессорами, доцентами, преподавателями. Так? В школе преподавателям не место. Не место преподавателям. Какой предмет преподаете, скажет кто-то? А вы даже меня думаете, я не преподаю, я учу. Это другой процесс учить. Продавать могу закрытыми глазами, не смотрю на тебя, шумишь, не что-то там читаешь, так-то. Ну, это твое дело, на экзамен придешь потом. А уж я не могу этим заниматься. Урок это особый феномен в жизни учителя, в жизни ученика. Не знаю, вы этим занимались или нет, когда-либо, но я взял и сосчитал, а сколько уроков проходит ученик с первого класса по одиннадцать. Тут знать еще не знаю. Наверное, надо прибавить еще уроков восемьсот или что-то и будет. Примерно одиннадцать тысяч уроков в одиннадцать летней школе. Первый класс это будет шестьсот двадцать уроков, во втором семьсот с чем-то прибавляется, а потом чуть-чуть-чуть, одиннадцатый класс и получается примерно одиннадцать тысяч уроков в жизни. Вообразите, что это есть, ну, что сказать, от Киева до Львова, да, вот скоростной поезд, аж пал не выложены. Это уроки. Все надо пройти, проехать. Перебрегать через мель не получается. Урок некая тайна. Слово урок опошляется в науке. Форма организации учебного процесса. Это очень просто. Хороший учитель вовсе не думает о учебном Бога. Для них это никакая не форма организации тем более учебного процесса. Где образовательный процесс, воспитательный процесс, развивающий процесс. Где эти самые важные процессы пропадают тогда, если это учебный. А если я буду ввести в голову, что это учебный процесс, то и требую от детей одно. Слушайте внимательно, запомните, завтра выучите. Буду вызывать, отвечайте. Дневники готовьте, пожалуйста, клавите наше дневники. Есть урок, есть обучение. Если ты ищешь образование, воспитание, развитие, уроки, тогда как им будет. такой, вот этот процесс, как назвать этот процесс целый? Почему дети приходят в школу? Ну, первоклассники знают, почему приходят, они хотят жить. И думают, что вот в школу сейчас пойду, потом буду жить. Надо там, статус хочется менять. Да, да, школьник, а, ты, да, школьник. Так, так, совершается. И дети, правда, еще в школу, до школы, еще в месяцах, и они уже дома ходят со своими ранцами, сумками, так далее, книгу и все это. И, опережая события, учат буквы, читать, считать, они приходят не на нулевом уровне, а уже многое знают. Многое. Жить хотят они. Жить. Но мы им жить не даем. Мы заранее говорим, не надо жить, это потом. Сейчас будем готовить тебя для жизни, вот тогда и начнешь. А для жизни один след должен терпеть. А кто вообще терпит? Те, которые заключены. они должны терпеть. А что им делать другое? А ну-ка спросите начали шестого класса. Вот три понятия. Рай, радость и тюрьма. Что есть в школе из этих трех? Вот пусть психологи, у вас же есть психологи в школе, правы тут такие опыты, чтобы вам сказать, учите и будьте осторожны. Дети думают, что ваш подход к детям это тюрьма. Вы надзиратель. Надо же сменить позицию сразу, да? Неудовно горчить. Но мы эту правду не хотим знать. Мы воображаем, что дети нас очень любят. Они хотят в школу ходить, да? Хотят учиться, ну, и тогда надо подстегивать, и кнут и пряник надо держать наготове, подстегивайте, иначе не годится. Вот мы так, мы вот с таким воображением идем к детям. Урок не есть в форме организации учебного процесса. Давайте спросим у Ушинского. Вообще, мои хорошие, все, которые в галерке, научитесь, пожалуйста, разговаривать с Ухомлийским, с Ушинским, с Пестолотцем, с Корчаком разговаривать. Возьмите кого-либо из них как своего учителя. Вы же ищите учителя, или же думайте, что вы же сами учителя, вам никто уже больше не нужен. Так? Берите какой-либо ну, кто вам близко, педагога. Так сказать, он мой учитель. Читайте его труды. Так? И попытайтесь стать Сухомлийским там, где вы находитесь. Что потеряете, Неужели кто-то что-то потерял, если вас замнистит, что я Сухомлийский, хочу жить как он. Он отдавал сердце детям, вот я буду отдавать сердце детям. С таким же со слезами на глазах, с такой же любовью, с такой же радостью, какой-то. Вот этого я буду делать. Будьте Сухомлийскими, там, 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 Ущинскими, там, там, там. Будьте, хорошие мои друзья, вот Запад близко к вам. Не думайте, что там все у них образование так прекрасное, что вам больше ничего не остается, как у кого-то все принять. Если все шходы в Украине будут выстрелены по Сухомлийскому, мир ах, от того уровня воспитания, что у вас получится. Если все школы по Ушинскому, мир разница, это неужели такое. Но мы же этого не делаем. Все чужое нравится, а свое родное, которое могли бы другим показать, подарить, подарить. Какая Вадовская школа исчезает, не знаю, по сравнению с павлической школой. Я не межляю в школе, я знаю только цены этих школ. И вот этот удивительный Константин Дмитрий Чушинский, у которого я как первоклассник учусь, с ним разговариваю, читаю, размышляю, когда разговариваете, ответы придут. Он сказал, дети не готовятся к жизни. Они уже живут. Что еще он сказал с толкуя? Если вы учитель, поймут, это классик вам говорит, классик говорит, неужели повторить, а я все равно готовлю детей к жизни. Классик говорит, дети не готовятся. Ты можешь возомнеть что-то готовишь, а чем готовишься? Тем, что даешь знания, чтение, письмо, математику, физику, они завтра исчезнут. Многие науки, которые сейчас становятся науками, завтра не будут. Многие науки будут синтезированы. К этому и стремятся науки объединяться. Многие специалисты говорят, исчезнут вообще спустя 10-15 лет, а мы это называем фундаментом подготовки жизни, может быть, даже сковываем будущую жизнь наших детей. Они готовы. Им нужно сейчас жить. Как надо сейчас жить в школе? так? Знаете, мы не знаем, что будет спустя 20 лет, когда мой ученик уже станет там правителем жизни. Так? 40-50 годы чьи годы? Это их годы. Так? Я не знаю, какая это будет там жизнь. Но я не могу разгадать это. Кто мог разгадать, что произойдет с Советским Союзом в течение одной ночи? Неужели кто-то уже планировал, что завтра пройдет вот этот развал и все? А нас готовили для вечной такой союзной жизни. Вечной. Передо мной осталась разбитая Каринта. В какой жизни вы готовите детей своих? Для капиталистической не понравится вашим детям это слово. капиталистическая жизнь. Светлая капиталистическая жизнь. Не понравится это. Не изучили. Так? А может именно сейчас надо дать жизнь, но в этой жизни ложись в дух, который не будет петь, как я видна, наступила в будущем образ жизни, как мертв. это не стало. Вот сейчас вложить в ребенку, стараться вложить это. Не только эти предметы, знания, у меня навыки, это очень просто доводить этим знания, учтите. Это очень просто. Если даже не любить детей, не уважать их, так, не бестворчески, берите технологии, берите уже поурочные разработки, повторяйте их, и на тройках все осуют ваши стандарты. Все имут сказать, вот мои ученики сдают ЕГЭ, поступают в УЗИ, так и будет. Так и будет. Но, может быть, я действительно буду готовить детей к жизни. Кто он, который он и мечтает, о котором, так? Поэтому ему нужны две вещи, может, даже одно, одно мечто. Вложите в нем, или будите в нем, взращивайте в нем чувство, благородство, чувство великодушия. Бессмертный стандарь. Будет хорошая жизнь, мою благородство великодушие, видишь, время. Будет дурная жизнь, моё благородство моё великодушие, видишь, и все это. Так, большие силы мне не нужно. Дайте мне благородство великодушие и хорошее приму достойно, и плохое приму достойно. Хорошие будут еще дальше вести, приумножать, а безобразные направлю прекрасному. Вот, что сделают во мне, если вы будете укладывать во мне, вот эти чувства. Урок должен иметь свою атрибутику. Атрибутику, чтобы он выполнил эту роль. Так, первое, красивое имя. урок, урок, как окумлятор жизни детей. Назовите какое-то имя, вот этот сегодняшний урок. Ни глаголь, ни склонения, ни шот, пределов и так далее, ни закон, утонок. Нет, это не красота, это голая правда. А голую правду мы с вами тоже не любим. Почему, милые женщины, перед зеркалом украшаются всегда, стоите, стоите вот так, или снитесь, или плачешь, почему? Да вы видите, пожалуйста, голую по улицам. Не сделаете правду? А почему приукрашиваете себя? Потому что людям было хорошо увидев вас. И вам тоже было спокойно на душе, не мешаясь другим, надо доставлять какую-то молюшую радость, радость, радость каждому. Так, урок нуждается в имени своем. Какой вы просите, учитель, назови меня чем-то, назови это. Так, урок со своим именем, красивым, заманчивым. Это начало. Имеют наши дети право знать, что вы хотите от него получить на этом уроке? Почему их заставляете решать, принимать, читать, писать? Зачем это делаете? Имеют ли они право спрашивать? Мари, что от нас хотите? Вот урок закончился, а дальше что вы хотели? Я думаю, что имеют право. Так, надо же эту аттримутику тоже приложить в уроке. Это называю лейтемативом урока. Лейтематив. Чем подчиняется этот урок? Я же должен взращивать какое-то чувство, какое-то отношение, какую-то мысль ребенка. Взращивать должен. Вот этот лейтематив я должен представить ребенку. Назову пару таких лейтемативов. в начале белослова, скажу ребенку. В начале белослова. Почему в начале белослова? Не знаю. Но мы должны сейчас научиться трепетному отношению к слову. Трепетному. Не просто слова будем изучать, а трепетное отношение к слову. Осторожное отношение к слову. в начале оказывается белослова. И буду напоминать, решая любую грамматическую задачу или чего-то, что вы в начале, ребята, слово. А сейчас надо подобрать слово, которое в этом месте можно вставить. И мы в начале слово белослова. Надо научиться взвешивать слова. Как же речь развивать имя? Взвешивать. Надо научиться в глаза смотреть тому, для которого это слово предназначено. Ведь слов пустое не идут. Если слова говорят, сейчас много слов, я перед вами слов, словесный поток направляю к вам. Это же адрес наш. Я знаю, с кем говорю. Пусть я в Украине. Они собрались на международные педагогические чтения. Они от меня чего-то ждут об уроке. Не уже сейчас я буду говорить сумбурно, а что захочу сейчас раз-два и по-другому. Вы будете уважать минуту, две, пять, десять, а потом скажите, пошел на машину. Откуда пришел, туда иди. Узвешиваться. Речь развивать значит в глаза смотреть человеку, с кем говоришь, или же вообраз того, кому пишешь. Письма. Вот твоя речь без присутствия другого не существует. Как вы развиваете речь? Громантика, правильное произношение. Зачем вам правильное произношение? Если не чувствуешь человека, а это правильно прописано. Такие вещи. Урок имеет лейтмотивы. Третий элемент, а друг я не буду сейчас говорить, это познавательные единицы. Вы же хотели чему-то учить, там есть стихи. Надо детям дарить, потом попросить на изучение учить и так далее. Или же по математику, по физике что-то нарешать. Значит, есть познавательная единица, или внутри какой-то большой единицы стоит единица познавательная. Так я должен к ним обращаться. Любую единицу, я же забота о детях, мне же хочется с ними духовную общность образовать. Как мне их любить? Неужели говорите я вас люблю, люблю, люблю? Хватит ли эти слова, чтобы они действительно поверили моей любви? Любовь без сил мертва. Все. Сколько не любите кого-либо, делайте дела. Это так же, как вера без дел мертва. Сколько не говоришь, я верю, верю в Бога, что-то доброе делай, пожалуй, вот самарянин, папа, вы самарянин, да? Помоги ему, бедному, так? Умеи, но быть целомудренной, так? Зержанной, доброй, чуткой, и делай все это, иначе твоя вера вера мертва. Это я не придумал. Это в Новом Завице сказано. Любовь без вера без мертва. Как не любить детей? Вот возьму эту единицу, она голая сейчас, и буду наряжать. Наверное, это красиво, чтобы это было, так? Форму буду придавать, это, во что-то одену, это, чтобы мог показать ребенку, чтобы он ах, увидел это, а что такое? И начнется первая, вот первая заценка. Так? А потом другую сторону увидит моего, моего подарка, третью, и уже вот эта единица, она не решена еще, она еще не распакована, я просто упаковал, так, и вызевает посвящение. Когда вы идете на день рождения, ком-либо, вот купили хороший подарок в магазине, неужели вы попросите продавцов, чтобы тот там уложил эту хорошую коробочку, так, оберки красивые, с ленточкой, хоть это делается? А когда придете к юбилеарю, как будете давать это, подарок? Так просто? Бросьте. Нет, глаза будете смотреть, а вдруг и так, как, что выразить, радость, не радость, то есть, я тоже насторожен, хочу, чтобы ему хорошо было. Он то возьмет, но уже не знает, что так. Внутрь. Есть ожидания быстрые, как только гости разойдутся, или можно сейчас же раскрыть, а что там есть? Вы часто говорите, как заинтересовать детей? Как? Вот так надо заинтересовать. Делайте хорошую упаковку, упакуйте ваши задачи и покажите им. Будет интересоваться, а что там внутри правда? Давайте распакуем сейчас это. Упаковка это понятие гуманной педагогики. Красивая упаковка познавательных единиц. А если как раз упаковываем эти единицы, потом возникает задача, а как мне их преподнести детям? Это тоже красота закон гуманной всех процессов, все процессы, которые вы исполняете, даже красивые. Любите детей? Красиво любите. Уважаете меня? Красиво уважаете. Даже если возмущаетесь, красиво надо возмущаться. Все красиво вся эволюция наша, так? Идет только одной цель. Не к изобидию идем мы. Что изобидия, изобидия. Подумаешь, это будет. И сейчас тоже как-то себе не есть. И еще больше будет. Не к этому эволюции стремиться. Для эволюции один закон. Красота. Все переходит из одной формы красоты и другое, 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 другое. Это еще называется совершенствование. Усовершенствование. А этого конца нет. Дарите детям красиво все и будет принято. Дарите безобразно и не будет принято. Будут конфликты недоразумения. Здесь упакована моя задача. А сейчас пора распаковывать. Вот моя задача здесь. Сейчас я вам покажу их. Вика приготовила. математическое чувство знания есть такой урок. А потом будет распаковка. А я посредник. Вот здесь моя задача. Какую роль должен я играть? Помните, что сказали новаторы? А мы вместе с детьми идем к предмету. Я должен играть эту роль. А это искусство. Как буду играть? С какими методами, чтобы мы действительно вместе шли? Конечно, я уже знаю эту задачу. Я уже решил эту задачу. Но я должен играть роль так, как будто знаю и не знаю. Знаю и путаюсь. Как они с ними происходят, то же самое я должен наделивать себе. Иначе общение на равных не получится. Я играю, чтобы дети на моих уроках потеряли чувство игры. Часто говорят, дети надо учить играючи. Не надо детей играючи. Это тоже сухом низко. Так можно учить только до шестилетнего возраста. Это простите то же самое учитель говорит. Играючи можно учить только самых маленьких до шестилетнего возраста. А дальше учение должно быть серьезным делом. Значит, игра теряется? Нет. Это я играючи. Чтобы дети не чувствовали игру здесь. Они серьезно занимаются. А я играю. Роль играю. Роль равноправного общения. Роль простена учителя. Роль умного учителя. я это играю. Поэтому для детей я становлюсь страшно интересным человеком. хочется становиться. Ну, сейчас посмотрим на нашла? Нашли? Уроки один. Там это есть. открывается. Открывается. Хорошо. Когда значит название урока хорошее название. Красивое. Затем лейтмотив урока. Познаватель не упакован некрасиво. Или в словах упаковываются. Или формы тоже. Внешние формы. Так это. Распаковка этого. И для распаковки не нужны методы. Это называется методом. С какими методами решать задачу? Сейчас вообразите пока вот ищут. Вообразите такое. Я создал уникальную упаковку. Это же творчество мое. Учебник задачи задачи учебник вот такая просто голая. Из магазина продали столько привезли выжили. Но это если продиктуешь это детям им договорить вообще. Вообще почему-то в нашей задаче еще купли-продажи построены. еще кто-то кому-то стремится за сколько времени как будто вся жизнь только на этом строится. Никакая фантазия. Никакая радость открытия. И очень задача удивительная. Не хватает у наших авторов учебников творчества. Чтобы детям дариться как красивые игрушки задачи. Дариться. Методы. Какой тебе нужен метод? С трудом создал такую упаковку. Она или на экране или словами описываю это. С трудом создал эту упаковку. Сейчас надо распаковать методами. Если я буду в классе стоять и спрошу ребята ну-ка посмотрите на это или на мой вопрос или на мою загадку а ну-ка кто сейчас порешит быстро быстро у нас мало времени руки не вижу кто- кто- ага один уже еще кто- кто- еще двое быстро быстро ребята быстро вот еще руку тянет тот поглядываешь а вот эти там кто-то сидит и там они руку не тянут пока и они думают медленно одевают что только думи они вот такие так пока они руку поднимут урок закончится а у меня и времени хватает на часы смотрю надо пройти программу программу надо пройти Не освоить Понятие Приславить программу Это понятие У нас очень слабое А пройти программу Это да Я могу программу пройти А ребята тоже прошли? Они эту программу себе оставили? Так? Или же прошли Минуя программу Что и бывает? Откуда тогда двойки У вас династибальная система Кстати На одном семинаре В Киеве мне задали вопрос На Украине говорят У нас реформа У нас династибальная система Какая лучшая? У нас династибальная или пятибальная система Все новое Которое вводится в школах Министерство Или в ванне вводится Или кем-то еще Имеет только одну цель Если эта цель решается Все хорошо Не решается Все плохо Как эта цель? Надо, чтобы детям было лучше Чем до того Пока мы ввели Это новое образование Новое мято Было пятибальное Вводим Династибальную От этого жизнь Детей Стало веселее Если да Конечно Династибальная Лучше Если нет Ну какая разница Династибальная Пятибальная Двухбальная Или что-то Я даже тогда По словам Украинским коллегам Они этого не сделали Вы же добрые люди Зачем скупиться Если детям хорошо Стало Если детям хорошо становится Введите тогда Стоп-бальную систему Чтобы в 100 раз Вовче стало В вашем ученике Вот всякая реформа Чем ваше творчество Тоже Направлю Только к одному Чтобы детям Вообще общаясь С вами Было очень хорошо Хотели они вас С вашими знаниями Хотели Итак Нашли А там Давай сначала Сейчас Пройдем И я скажу Что Нет Что это такое Там есть Математическое чувство знания Или же Математика Такую Откройте Математическое чувство знания Уроки 1 Уроки 1 Там такая Папка Да Откройте В этом нет Эти крестик Уроки 1 Открыли Уроки 1 Там много уроков Вот уроки 1 Открыли Кстати говоря Я очень люблю Всех вас Но среди вас Еще Викторию Бак Это удивительная девочка Палахи Может быть Мои разговоры Не так уж мощные Если бы она рассказала О своих уроках Биологии И это не уроки Биологии А это уроки Философии О мире О мироздании О жизни О жизни В целом Ну и конечно Биология Тоже Здесь биологию Тоже знают Прекрасно С помощью этой науки Выходят Волее широкую Науку Она знает Что такое Упаковка И тому подобное Открыли Это Да? Здравствуйте Друзья Я не знаю Что происходит Так В случае чего Открылся Слава подарки Я не откручу Ого Вот здесь было чувство знания Наверное А ну поверните обратно Простите Что упражняемся Перед вами Я спрашиваю Есть ли психника Скажите А это у них Чуть Что Могут Такой возникнуть Эту карту Вы прекрасно Знаете Хорошо Открылся Слава подарки Нет Не знаю Она просто читает картинку А надписи не читает Понимаете А что 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 Не хочет Я это не 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 Но люди Ждут Как-то Мне не в дом Простите Пожалуйста Задержку Хорошо Давайте пока Лешет Назову пару методов Хорошо Для Упаковки И распаковки Вот один из Этих наших методов Которые окряются На чувство Свободного Библии Повторите Это С понедельника У кого есть Вторые Треть Пятые Так Класс Это пригодится В отдел Класс Скажите Вашим Ученикам Ребята Я Забочен Сейчас Спросят А в чем Дело Откройте Учерник На какой-то Странице Скажите Они Открывают Там Стихотворение Не видите Да Говорят Они Прочтите Об этом Что-то Вам Скажу Дети Читают Это Стихотворение И спрашивают А что Вы хотели Сказать Вот Тогда Надо Сказать Понимаете В чем Дело Я Сегодня Должен Дать Вам Учить Это Стихотворение На Иисус Назов Это Программа Это Стандарт Я Обязан Это Делать Ну Вот Бедовчон Я Не могу Этого Делать Почему Спрашивают Да Потому Что Вот У меня Поэтесса Сидит Ты Лучше Стихи Читаешь Чем Эти Стихи В этом Учебе А ты Так Прекрасно Читаешь Эти Стихи Образно Красиво А ты Как Анализируешь А ты Как Аплодируешь У тебя И так Далее Каждому Подойдет Тридцать Каждому Скажу Ты Вот Такой Ты Сякой А эти Стихи Не годятся На Такое Чтение Для Вашего Пуса У вас Более Зависимый Уровень Чем Все Это Значит Дети Хотят Повзрослеть Хотят Свободу И Удольтер Эти Чувства А что Делать Я Не могу Амедитация Что Делать Не могу Не знаю Они Начнут Обсуждать Пусть Весь Урок Уйдет На Это Как Будто Урока Нет Так А по сути Речь Развивается Возмышленная Речь Речь Помощи Речь Выхода Истовожения Это Лучшая Речь Это Не просто Грамматистское Порядок Словий И так далее Лучшая Речь Чем Они Потом И будут Жить Так После Долгого Обсуждения Предлагают Что они Вьючер Для Меня А я Говорю Да Для Меня Все У меня Останется Осадок Такой И в конце Коцу Скажет Кто Обязательно Скажет Они Иззяли Чтобы Мы Сами Выбрали Лучшее Стихотворение И то Вючили Это Тоже Вючим Для Вас А То Самое Стихотворение Другое Что Мы Сами Конечно Мир Мир Решили Так Поаплодируем Друг Друг Что Мы Так Умны А На Другой День Что Произойдет Дети Будут Дергать Своих Мам И Пар Где У нас Сборники Какие Сборники Почему У нас Сборники Стихов Мам Какие Стихи Знаешь А не Знаешь Стихи Как Это Так И Обязательно Каждый Найдет Нечто Более Хорошее Образное Взрослое Чем Учебники Уже Есть Дети Сейчас Наберут К нам Компьютере Раньше А тут И писали Вклеивают Учебники Свою Страницу Вас Это Пугает Кто Здесь Который Наполнит Сейчас Вот Эти Продолжения Вклеивают И Красиво Оформляют И Вопросы Ставят Тексту И Слова Поясняют Как Это То есть Методически Обрабатывают Изучают Стих Которые Завтра Приходят И Можете Представить Что За Урок Будет Сейчас У Нас Дети Негодуются К жизни Они Уже Живут Им Хочется Сейчас Каждому Прочесть Стих Он же Сам Себя Проявил Так Свои Укусы Свои Мысли Свои Отношения Сам Тормошил Маму Не Мама Садись Выучит А Сам Мам Пошли Купить Сборники И В Еврании Не Не Остается Провести Урок Поэзии Читаем Аплодируем Читаем Восхищаемся Удивляемся Читаем Так И Не Закончим На этом Уроке Что Делать Ну Давайте Попросим Урока Математики Он Добрый Урок Очень Математика Тоже Сама Поэзия Она Уступит На Своё Время А потом Вернём И на уроке Математики Продолжаем То же самое Урок С Аплодисментами Какие двое Какие Двое Какие Двое Систем Примените Сейчас Дети Хотят Так В чём Это здесь Упаковка Упаковка В том Что я Показывал Это Сихотворение Как Уровень Ниже Ихнего Достоинства Вот Для этого Применил Значит В них Возбудил Воображение А Сон Сегодня Возвышенное Воображение Чем До этого Билла Это Воображение Мотивирует Воотушевляет И Заинтересовывает Мне надо ещё Сказать Как заинтересовывает Вот они же Заинтересованы Потому что Хотели взрослеть И повзрослели А потом Упаковывают Себя А учителя Сидит Там Где-то И тоже Аплодирует Никаких вопросов Не задаёт Пусть дети Зададут Сами вопросы Не стойте Всегда Перед глазами Детей Когда Детей Всегда Задаёте Вопросы Не надо Этого делать Иногда Отходите В сторонку Отходите Вот Упаковка Распаковка А здесь В конце концов Открыть Наверное Можно и открыть Математические Чувства знаний Да И это тоже Вот смотрите Пока Верни обратно Пожалуйста Вот смотрите Это уроки Развития Речи Так Обогащение Словарного Запаса Как мы говорим Но те слова Которые у них Уже есть Они Для них Правда Слова Слова Путеводители Слова Не просто Я не имею Речи Они путеводители На основе Слов Мыслим Размышляем Решаем Поступаем Так Они 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 Компасы Для нас Как сказал Один Мудрец Слова Кораблики Мысли Так Я хочу Подарить Им Слова А вот Лейтемати Так Урока Вначале Петра Слова А урок Как и называется Подарки Это не просто Работа Под Словом Надо Развитие Речь Слова Подарки Я еще скажу Весь урок Уже упакован Ребята Как будто У каждого Из вас Сегодня День рождения Как будто Так не бывает Но как будто Да А я пришел К вам С чем С подарками Получите Какие подарки Мне принести Вот такие Хочу подарить Сколько слов Скажут Три слова А это Первый класс А это Может даже Шоктят Может быть Дети Пока еще Не запущены До марта Литься Букварный Первый Это Шушь Как это Понимаете Это Издевательство Над детьми Они хотят Лететь Как Ласточка Которые Уже Пилипровали Крылья Ищет А мы Держим Долго Долго Как они Насуют Как это Начертание Бук Чтение Слаговое И тому подобное Искусственно Искусственно Задерживаем Развитие Детей Я еще Говорю Мы Детей Развиваем А Задерживаем Да Такие задачи Я даю Иногда В сентябре Так И предлагаю Но как урок Начинается Еще Они должны Встать Они должны Поздоровиться Друг с другом И сказать Слово Здравствуйте Очень Трепетно Как Не так Здравствуйте У вас Бывает Такое Это Нельзя Делать Так Я попрошу Подарите Мне это Слово Пожалуйста Пусть звучит В слове Любовь Ваша Ко мне А в моем Слове Тоже Зазвучит Любовь К вам Моего Уважения Моя радость Что с вами Встретился Мое Спокойствие Поэтому Здравствуйте Ребята Они Скажем Здравствуйте С улыбками Да Вот Как Упаковал Три Слова То есть Это Упаковка Они Это Увидели А Это Первый Второй Трестный Класс Как Вы Думаете Сама Вот Этот Как Назвать Слайд Визовик Мехинтерес Или Нет Увидели И Вдруг Такое Потом Ну Это Тоже Объясняю А Потом Идем Дальше Дайте Сейчас Следующее А Сейчас Посмотрите Передагаю И Разгадать Слово Которое Тут Засекречено Тут же Скажу Знаете Ребята В вашем Возрасте Я Б этого Не Смог Это Были Тридцатые Годы А Дети Индиво Дети Света Дети Кристаллические Или Как Сегодня Бах Нам Говорил Да Вот Такие Дети Разгадайте Тайну И Щепните Мне На Ухо Вот Раз Паковка Щепните Мне На Ухо Какое Там Почему На Ухо Надо Шептаться Да Потому Что Если Этот Саша Или Маш Маш Встанет И Там Записано Такое Такое Слово А Этот Угадон Кто Он Сто Как Это Непало Цель И Кто То Еще Не Успел За Это Время Это Делать Один Встает Разгадывает Тайну А что Надо С этой Задачей Делать Взять И Выбросить Из Зак На Оно Уже Негатив Ни До Кого А я Хочу Строить Уроки Как Матрешки Урок Урок Сколько У меня Учеников По Стопе Матрешки Поэтому Бегут Детям Шрак И Вот Так Нагибаюсь На Корту Ссяжем В Лезвика Приближаюсь И Прошу Щепни Пожалуйста Она А что Ты сидишь Что А мне Негатив Вот Притоми К тебе Ради Голубь Муха И Щепника Так Смотри Что Происходит Я Близко Подошел Ой Как Ребенку Хочется Близко Увидеть Своего Учителя Дотронуться До учителя Понюхать Учителя Понимаешь А на Глаза Еще Посмотри Мне Так Это Другое Восприятие Учителя Совсем А Ей Жидат Волгутся Я До Ребенка Да Она Шепчет Своё Кто Там Записано Так А Я Скажу Слушай Какые У тебя Красивые Глазки Знаешь Щепну Со Своей Стороны Это Не Просто Урок Я Не Обучаю Я Развиваю Я Взращиваю Я Дарю И Раскрываю Ребенка Как Мне Это Делать Будь Урницы Не Хватит Но Когда Скажешь У тебя Красивые Глаза А у тебя Мутые Глаза У тебя Вот такой Глаза Ребенок Сейчас Будет Начинаться Именно Вот Так Будет Смотреть А Вы Мне Сказали Такое А Вы Просто Пошипали Здесь Если Она Сразу Решит Задачу Она У меня Такая Сильная У меня Матрошки Есть Урок Так Урока Скажи Нет Это Правильный Матрош А Она Правильная Решила Что я делаю Ввергаю Заблуждение Зачем Пусть Она Возвесит Свою Умственную Способность Перепроверить Переоценить А потом Еще Смерность Придет Говорит Сама Скажу Чуть Я Правильный А не Вы Правильный Надо Это Сказать И Она Встанет Догонит Меня Там Где Это Учит А В чем Дело Я Правильный Вам Правильный Сказал Я Как Ты Сказал Так Ой Проси Пока Ты Правильный Извини Пожалуйста Я Не Открою Свою Тайну Не Открою Если Я Открою Пропадет Прелесть Урока Так И Она Вернет Сегодня Дома Гордая Если Мама Стоит Особенно Сегодня На Уроке Неужели Стоит Ничего Не Было Этого Собития Не Было Разве На Уроке Над Кем Он Победил Она Победила Над Учителем И Расклёк Будет Мама Знаешь Что Сегодня Было Вот Это Есть Распаковка Она Не Только На Уроке Совершенца Она Длижется Долго Ребенок Начинает Себя Воспитывать Без моего Присутствия Рядом Дальше Вот Так Щепчемся Иду к другому Без Ребез Обередюгаюсь Что Мне Стоит За Полминуты Всех Обойти Просто Глаза Посмотреть Додрогаться Рукою Отойти Что-то Щепнуть Со Своей Стороны Тоже Кому Намек Дать Вот Ей Нужен Намек Если Я скажу А вот И начни С этого А вдруг Получится Так Потому что Ей трудно Не сразу Получается А я хочу Слабого Сделать Силь Так Дам Намек И после Намека Порщить Задача Будет Гордая Радостная А что Делает Радость Радость Познания Открывает Способности Радость Открывает Шлюзи Для Познания Мира Чем Больше Будут Дети Радость Познания Переживать Это Слова Сухомнистского Хорошего Друзья Так и Называлась Его Одна Прекрасная Работа Всемогущая Радость Познания Пусть Воцарится На ваших Уроках Вот это Всемогущая Радость Познания Радость Познания Но Сами Дети Радоваться Не будут Если Так Будут Радоваться Если Иначе Не будут Радоваться Радость Это Не крит Не веселье Радость Это Тихо Такая Устремленность Знания Вот это И есть Радость Хорошо Это Что Радость 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 Тихо И Радость Радость Радь Радость И пойдете, приготовьте это слово, чтобы нежно было и с любовью было произнесено это очень могущественное слово. И так, скажи этому ряду, а теперь видишь, чтобы они услышали прелесть этого слова, этот ряд произнесет для них, для этих. Вот так взращивается отношение к сону. Это есть распаковка познавательной единицы. Без моей игры этот процесс не произойдет. Видишь, что я вот даже вот туда, вот все моё тело движется, подхожу к вам, садись на гордость, у меня 8 в числе. У меня, в общем, что-то болит там. И так, тем не менее, если вы не можете быстро ходить, согнуться в плечах, и вы все на гордость, идите к детям, пожалуйста, не ходите. Они вам виноваты. Хотя бы скажите, у меня вот тут подарок, ребят, вы не просите меня, вот так я к вам приду. Скажите, извинитесь перед ними, хорошие мои друзья. Чтобы они вас сожалели. Так? Ну, просили что-то. Они не виноваты. Иначе вообще дети могут вам здоровье достать. Тот, кто любит детей, искренне любит, тот больше будет жить, меньше заболеет. Ваши любящие учителя меньше болеют. Моя сестра никогда почти не заболела. Не знаю, уже 50 лет слишком исполняется её. Ни разу она не болела. Можете летом, когда нету школы. Там успех переболеть, а потом... Это как? Хотите здоровья? Дети могут вам подарить это здоровье. Только дарите сперва. Любовь свою. Следующее. А потом перейдём на другие упаковки. А вот другие упаковки. Здесь же не буду говорить. Ну, давайте, откройте следующее. А вот упаковка ещё, да? Упаковка. Ой, как я мучился. Какие слова, три слова слова подбираю. Потому что умомысля у меня есть. Во мне же гуманная педагогика, она винашивает в себе четвёртое измерение духовности. У меня слова такие. Смотрите, какое-то здесь нишнее слово. Я мог бы это же самое слово, которое сейчас там, составить сможешь другие слова. Скажем, потолок, стол, стул, улица, туалет. И получилось бы слово «сердце». Ну, что я бы сделала? Вся грамматика украинского языка, русского языка, английского, посуществует по-существу. Читать не стоит те фразы, над которыми должны работать, чтобы грамматика освоить. А ты там поставь, пожалуйста, бери ли только один, только один поможет. Кобзар бери, и всё будет там. Вся грамматика. Правильно я сказал? Да? Почти, да, Кобзар? Простите, в русской речне такие фетифлюшки, как тухаристы русские. Как говорим, так и пишем. Вот и всё. И здесь, скажу, разгадайте пропущенные буквы. Из этих букв, только я забыл, снизу вверх или сверху вниз, получится мой подарок. Щеплите мне на ухо. И задача спокойно будет ждать каждого. И этому ребёнку, вот этому, который, видите, не в ту году, и этому, который, это речь и Коран, который вверх, где-то, куда-то спешит. Так? А я быстро схожу. Каждому. Второй раз, третий. Куда мне спешит? Нет. Для меня программа не это слово. Нет. Не то, что слова дарю. Общение, культуру общения дарю им. Так? Дарю им умение любить других. И меня тоже в том числе. Это дарю. Дарю умственную возможность. Думай. Девушка моя, я тут стою, рядом. Не спешу никуда. А ты думай спокойно. Спокойно. Не буду... Не говорите детям быстро, быстро, быстро. Это очень дурное слово для успеха детей. Не говорите никогда. Рук не вижу. Если рук не видите, это очень хорошо. Даже дети думают. А если руку видите, надо сказать, опусти руки и ошибся. Потому что задал вопрос, на котором, оказывается, у всех есть ответы. Зачем мне этот вопрос нужен был? Вопрос, то же самое, итальянский вопрос, то и ваш почерк. Понимаете? Какой вопрос вы задаете детям? Покажите им. А я вам скажу. Какой вы учитель? Могу сказать. И вы тоже можете сказать. И так? Ну, так же иду, порядок, щепчусь. Кому-то руку пожму. Кому-то скажу. Ну-о-о. Так нельзя. У тебя другой руку. Ты совещай планку. И туда считать. В конце концов, они разгадают это. И опять. В начале беда слова. А это слово, может быть, и било в начале. Я не знаю. А теперь, когда я здесь с вами это слово, очень трепетно. Нравится? Да. И опять мои руки. Я вдохновляюсь. Дети видят. И они просто так. А ну-ка, детик, да. Я только вместе скажу. Ну-ну-ну. Сами любите, пожалуйста. Полюбите вот то, что делаете. Красиво совершаете это. Руки учителям даны, чтобы они играли, как дирижовские управляющие руки. Красиво играли. Красиво. Как руки балерины. Вот для этого гидану. Дети боялись. А вдруг. Что произойдет так? Итак. А ну-ка, давайте с вами. Это прекрасное слово. Итак. Вдохновитесь, пожалуйста. И вместе. Сердце. Сердце. Так? Хорошо. Снимаем эту задачу. Дай нам модельские чувства знания. Раз нашли. Кто нашел это? Кто открыл момент? Ну, кто открыл? Да. Огромное спасибо. За помощь, за поддержку. Всему, всему коллективу огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как вам слышно, Галёш? Слышно, да? Хорошо. Сейчас будут другие задачи. Или математика, или математические чувства знания. Откуда эти карты не выберете? Это у меня, что ли, введение? Да? Опять помогите, пожалуйста. Плохо, дурная, вы походите. Это моя. Я мало знаю компьютер, и поэтому не знаю, что есть, оказывается, разные программы. Разные программы. Итак, это сейчас будут задачи по математике. Если сейчас найдем задачи. Надо много искать. Мы не математики все. Особенно учили в начале класса. Никакие не математики, так? И других классов тоже, в начале математики тоже не всегда все знают. Надо искать, знаете, такие задачи, такие примеры, такие уравнения, которые очень красивые и загадочные. Иногда над которыми не можем развивать в детях и наши паршивые стандарты тоже. Вообще, всякая ваша деятельность, то, что вы говорите детям, должны быть чуть завершены, чем стандарты. Вот четко скажу вам. Стандарты разрабатываются не на уровне способностей детей, а на уровне способностей учтения. Это секрет. Разработчикам стандартов. Так? Мы так объяснили, что Владимир Александрович, если мы внесем стандарты вот это, это и это, тоже участвуем в разработке стандартов. А теперь вы представьте, вот девочка окончила детский колледж и тут же пошла в школу. Она что, вы серьезно думаете, что она может этими стандартами работать в школе? Она сама ведь ничего не понимает. Я согласился. Не сможет. Дети страдают от наших стандартов. Их урон вишен. Но если учитель творческий, он же понимает, он же, и эти стандарты зависят в планку стандартов. И дети еще больше перестают всюду, куда они будут. Так? Еще больше. Итак, я пишу необычные формы задач. Пока вам что-то покажу, вот запишите умственно следующее. Говорю детям. Ребята, откройте учебник, запишите в дневниках. На завтра решайте, пожалуйста, этот столбик примеров. Они записывают. Смотрите, какой я фон создал. Они открыли учебник и записали номер завтрашнего домашнего задания. Как будто они закрывают эти дневники и думают, ой, ребята, подожди, подождите. Оставим учебник в покое. Не надо учебник завтра, хорошо? У меня другая просьба к вам есть. Просьба. Знаете, я где-то вечером не знаю, что Солнце наше, то есть наша Земля вокруг Солнца в течение года пролетает столько-таки вот километров. Не знаю, 90-900 миллионов, что ли, забыл. Простите. Найдите, пожалуйста, в компьютере, в интернете, вот эти данные. Сколько километров в течение года пролетает наша Земля вокруг Солнца? А если вам захочется, вичитайте, пожалуйста. А в течение одной сутки? А в течение часа? А в течение минуты? А в течение секунды? Сколько? Завтра приходите, я тоже это порешу себе, тоже найду компьютеры. Так, а может, ты позвонишь мне и скажешь, ты быстрее это сделаешь специально, ребёнка, чтобы была задача этим. А может, тому и скажу, кто вовсе не интересует, и мало интересуется этим вещами. Ты позвони, пожалуйста, мне, что я, а то я забью чуть-чуть такое. И завтра вам кое-что скажу тайное. Им захочется это делать. Там и интернет. Я сажу ребёнка у компьютера, но не для того, чтобы там чем-то разбегался, а искал познавательный материал. Они найдут. Они со страстью будут вычислять. Пусть возьмут калькулятор. Пусть. Это уже ваша жизнь. И завтра возбуждённые придут ко мне с этим. Они уже стоят рядом со мной. Звонок заженел. Они сидеть не хотят. Они просто вот, а у меня, а у меня, а у меня. У меня урок начался без парков. И за парком сидим. А вот так. А у тебя. А у меня вот такое получилось. Да? У каждого 29 километров ещё что-то, да? 20 по 40 километров. Это что, в секунду, что ли? В течение одной секунды. Вот мы тут стоили. Сколько секунд? И сколько пролетели в космосе? В километрах. 30 секунд. В течение одной секунды. Философская. Стоим. Все эти 30 лет вот так стоят, вокруг друга показывают. Пусть шумят. Этот шум познавательный. Познавательный. Это радость. Познание. В конце концов. Ребята. Вы вообразите, что космонавты летят в космическом корабле. Их 2, или 5, или 10. Они перессорены в корабле. Что станет кораблем? А тот летит далеко-далеко. А перессорены. Скажут. Так нельзя. Опасно и тому подобное. Так. А разве мы не в корабле сейчас находимся? А что такое наша Земля? 30 километров в секунду. Пролетаем. И что с нами будет, не знаю. С какими-то ритмами столкнемся. Вот Челябинский. Упало бы нечто. Упало бы на город. Сам город. Город бы уничтожен. Сейчас это упало в озеро. А теперь подумаем. Как мы должны жить хотя бы в нашем классе, если знаем, что мы находимся в корабле, летим в космосе. Они садятся и пусть думают. Пусть потом обсуждают. Это урок математики. Урок математики не только решений, задач, примеров. Пусть потом совсем не мотивированных. Математика – самая лучшая духовная наука. Она выстроит в мире, который не существует. Где мир Лобачевского вообще? Где этот мир существует? Где можно провести на точке сколько угодно параллельных линий в отношении данных? Покажите этот мир. Но для него этот мир есть. На этих допущениях, которые не имеют никакого основания, просто фантазии ученого. Возникла философия, новая физика, новое направление и тому подобное. А эта математика строится на допущениях. Допустим, то есть такой мир. Опять загадка. А теперь запишите число для математики. Для тех, которые в третьем, четвертом, пятом, шестом классах. Вот такое число. 14, 28, 57. Это одно число. Но вот я диктую так раздельно, чтобы легко было мне это принесли. Значит, 14, 28, 57. Тоже дайте ребенок, детям из учебника некую, ну, для вашего задания и вдруг… Не-не-не-не, вычеркните это, пожалуйста. В дневнике. Запишите вот это число. Давай, знаешь, не объясню. Я очень удивлен этим числом. Не знаю, что происходит. Какое не возьмешь число, пятизначное, шестезначное, двухзначное и делишь на 7, обязательно там будут 14, 28, 57. Или в такой же порядке, или просто меняют вместо 28, 14 и тому подобное. Умножаешь это число на какое-нибудь число, опять те же сами. Они не расстаются друг с другом. Кто-то может это объяснить. Попробуйте, да правда или нет. Может быть, ошибаюсь. Неделю будут дети заняты вот раскрытием этой тайны. Вот упаковка, распаковка. И каждый урок будет симпозиум по математике. Кто что нашел и к чему приходит. Можно такое делать с вашим. И вам тоже и самому интересно. Вы тоже, если с детьми что-то познаете себя и саму математику тоже. И детей первую очередь. И там увидите, кто-то брат у вас растет, кто-то математик. Талантлив кто-то в этом или нет при таком решении. А математик уже уроки, как будто не уроки. Это просто разговор о странном таком числе. 14, 28, 57. Ну, так как мы застопорим здесь. Да. Хорошо. А теперь что я хотел вам показать? Если найдем, покажу. Да, да, да. Распаковывайте, да? Молодцы ребята. Если я нашел где-то, знаете, вот примеры, один ряд примеров вместе, которые один. Как один пример рассматривается. Так? Вот 10 примеров, это все как один. Так? Ну, по-особому складывать эти примеры составлены. И как только нашел это, задумался, а как мне это облагородить? И упаковать. Могу прийти к детям и показать. Ребята, посмотрите, какой интересный набор примеров. Правда? Скажу. Одинаковые числа, умножение, деление и так далее. Получается вот что-то. Вам не нравится это? Они скажут, хору нравится. Я пришел с предметов. А я хочу, чтобы вместе с детьми пошли к предмету. Важно вещество…